У нас есть информация о том, что в этом месте затонул самолет. Но мы найдем его с помощью поискового магнита. Офигеть, оператор! Я тянул турбину! Двигатель! Всем привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. И сегодня мы с вами займемся магнитной рыбалкой. Дело все в том, что вот этот подписчик, я ему передаю привет, написал мне комментарий по предыдущей магнитной рыбалке, где нам заняться, и он сказал, что видел, как вот по этой траектории вот так вот, типа, летел, 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 и вот прямо сюда упал огромный самолет, представляешь, оператор? И поэтому мы взяли свой поисковый магнит, чтобы проверить, правда это или нет. Я уже неделю не могу отодрать рубль от своего поискового магнита, но ничего страшного, возможно, он мне приносит удачу. А ты, оператор, веришь в эту историю, нет? Я не верю. Почему? Блин, я бы по новостям, наверное, слышал, что у нас здесь упал самолет. А вдруг это какой-то секрет? О, посмотри, что-то цепанул, что-то цепанул. А вдруг это какой-то секретный самолет? И подписчик видел, да, этот секрет? Случайно заметил, всякое может быть. Между прочим, на улице уже довольно-таки холодно, у нас как бы снег под ногами, но, тем не менее, мы для наших подписчиков занимаемся магнитной рыбалкой. И смотри-ка, я что-то вытягиваю. Я же говорю, что почувствовал что-то. О, смотри, я знаю, что это такое. Это радар. Это корпус от радара. Собственно, в таких вот корпусах устанавливается радар, и там видно рядом пролетающие самолеты. Это система обдува, чтобы не перегревался ВМ, который вычисляет, где находятся другие самолеты. Мой монтажер, пожалуйста, вставьте изображение радара, и увидите, что корпус один-один. Ну что, теперь веришь, оператор? Нет. Да почему? Цвет самолетный, корпус от радара, что это еще может быть? Так радары много где могут стоять, не только в самолете. Ну а где еще, например, а? Ну, чтобы это затонуло. Военная база здесь могла затонуть, и там радары были. Военная база? В аэропорту что, нет радаров, которые говорят, что самолеты там приближаются? Так, блин, ну он же не мог оказаться под водой, целый аэропорт? А, или мол, как это возможно? Затопило, и все. Что-то опять тяну, в том же месте. Короче, походу подписчик не наврал, прямо по этой траектории. О, можно увидеть, да? Смотри, что-то зацепил. Видишь? Что-то идет. Что-то идет. Так, но чувствую, что оно срывается, и оно сорвалось, потому что к берегу притащил. Но ее, по крайней мере, сейчас видно, главное не намутить. Очень плохо цепляется, очень плохой это цепь. Не намутить, чтобы ее суметь вытащить. А я, собственно, это и сделал. Намутил. Хорошо так. Зацеп у этой находки очень плохой. Не знаю, с чем это связано. Может быть, она вообще не металлическая. Но, тем не менее, как-то потихонечку вытягивается. Самолеты-то сейчас из титана делаются. А, кстати говоря, титан-то не магнитится, в натуре. Потому что там, это же драгоценный металл. Но магнит магнитится, только жестянка всякая. Но, тем не менее, получается вот какими-то такими полумерами, полудвижениями сюда притащить. А вон она у нас. Опа. Что это такое? Вон, слушай, натуре не магнитится. Вот какие-то детали магнитятся. Какие-то детальки магнитятся. А в большинстве своем она вообще не магнитная. О! Так, ну тут уже я руками справлюсь. О! Смотри, оператор! Офигеть! Смотри, это какое-то оборудование, которое устанавливалось тоже к пилоту. Смотри, разведка. Разведка. То есть, это секретный был самолет. Смотри, смещение луча, лазерный луч. Представляешь? Офигеть. Вон, яркость, фокус, сеть, 400 гигагерц, пластины, усилитель, короче, пластины. Это, наверное, типа... То есть, какой-то секретный получается. Да, секретный. Лазерами, да, стрелял? Да, 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 так и получается, делитель. То есть, можно активировать лазер. Где-то он лазер. Вот, смещение луча активируем вот так вот. И активируем режим делителя, чтобы пополам, типа, разделять всяких врагов. Может, он там и был, ну-ка, туда вставь его, в радар свой. Ну, не знаю. Думаю, все-таки это разная немножко техника. Одно другого. Но видно, что примерно по состоянию оно одинаковое. То есть, скорее всего, это радар. Он отображал врагов. А это управление оружием лазерным. С помощью этой штуки наводились, а с помощью этой атаковали. Офигеть. Офигеть. То есть, это реально был какой-то секретный самолет. Огромный боевой самолет. Вот, давай туда же кинем. Посмотрим, что еще мне удастся достать. Так, что-то вроде цепанул. Не такое массивное, но идет. Чувствую, что идет. Так. А когда ты под водой самолет находил? Там не было такой штуки? Это было вот в этом видеоролике, но там был не совсем секретный. Я прям под водой там плавал. Было очень холодно и очень страшно. Но там был, наверное, не совсем секретный самолет. Там был обыкновенный самолет, который просто как бы затонул. Но мы его нашли в любом случае. Так. Что-то. Тут, короче, очень много грязи. Скорее всего, когда самолет падал, он все это дело взбаламутил. Поэтому. Это ты взбаламутил сейчас. Ну, как бы и я взбаламутил, да, и самолет. Я к тому, что, видишь, все это прибило к берегу. Я чувствую, что я что-то там вытягиваю. Возможно, какой-то тоже авиационный элемент. Поэтому он не магнитится. Вот. Ну, ладно. А может, где-то здесь, вот в этих огрызках всяких. Самолета сложнее доставать. Потому что половина металла, там, сплавов не магнитится. Ну, да. Потому что авиационный алюминий существует. Существует авиационный титан. Эти все материалы, они используются как в самолетах, так и в космической технологии. А я смотрю, оператор. Тебе тоже уже интересно стало. Поверил, да, значит? Ничего не поверил. В смысле? А что ты там? Да, да, да. Там то, третье, десятое. Поверил. Так и скажи, что здесь упал самолет. Я еще только начал заниматься магнитной рыбалкой. А ты мне уже поверил. Не поверил я до конца еще. Ну, да как? Почему ты... Блин, раньше ты говорил, вообще все фигня. А когда я достал уже что-то похожее на правду, ты начал такое... О, да, да, да. Ты что сказал, самолет? Ну? Крылок хоть достал? Я только что что-то цепанул. Блин, она оторвалась у меня. Да я тебе говорю. Сейчас, вот она. Вот прям чувствую. Давай, снимай ее. Где? Да подожди, там видишь, мутно очень. Что ты там снять собрался? Вот. Какие магниты тебя не должны видеть? Цепанул, цепанул. Вот, прям. Вот, прям, блин. Так она цепляет и отпадает. Да, да, да. Я тебе говорю. Вот смотри, вот смотри, вот смотри. Вот, смотри. Вот прям все. Во! Ну, а ты мне не веришь. Не верит ведь мне никогда. А это знаешь что, между прочим? Это механизм крепления турбины. Он вращается. Вот здесь винты, а здесь вот так вот вращаются. Я знаю, что ты мне объясняешь. Вот, и оно вот так вот вернется и крутятся винты. То есть бывают турбированные двигатели у самолета, а бывают винтовые. И вот это один из этих двигателей. Он, скорее всего, развалился во время столкновения с водой. Между прочим, говорят... Что не сказали, из-за чего упал-то? Кто сказал? Я спрашиваю. Так, если это секретный самолет был какой-то, это все засекречено. Кто там скажет, что тебе? Это все великая тайна. Мы с тобой только можем ее раскрыть. Ты неужели этого не понимаешь? Вот. Сейчас еще что-нибудь достану. Крыло? Не вопрос. Я ведь... Ты мне тоже не верил, что не так далеко, в километрах 57 отсюда, упал истребитель? Вот в этом видеоролике. Если не смотрели, посмотрите, тоже был самолет, но там был истребитель. Это-то мы точно доказали. А ведь тогда ты мне тоже не верил. Верил. Ага. Это в конце ты мне уже поверил. Сейчас вот я тоже... Слушай, он взял пузыри, значит, точно что-то зацепил. Так. О! Смотри-ка! Ну все! Сейчас-то ты мне точно поверишь. Опа, смотри. Это тягловое управление этим самым истребителем, а штурмовым самолетом. Штурмовым? Ну... Это пассажирский большой, нет? Так, блин, он перевозил личный состав, и на нем была лазерная установка. Все логично. Как надо защищать-то еще личный состав, если не лазером? А это вот так вот этот рычаг находится. Здесь, видишь, второй был, его оторвало. Это для второго пилота. Они вот так вот брались руками. Вот он здесь находится. И так... Форсаж! Вот. И... А зачем еще здесь второй рычаг? Это стопудово управление двигателями и всем, 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 всем на самолете. Так что теперь-то ты мне уже точно должен поверить. Нет. Да как нет-то? Крыл... Что я не знаю. Как я не достану крыло? Крылья, между прочим, при падении просто в труху разваливаются. Это самый такой... Ну... Они торчат, е-мое. Их отрывают, как нифиг делать. В том ролике про истребитель. Достали же крыло, по-моему. В конце нет? Обшивка крыла. Крылья только осталась гнилая. Самое главное, там были другие механизмы, которые заставили тебя поверить. О, смотри, что-то тянуло. Ну, легкое. Что это? Какой есть чемодан, который его спасет. Чтобы он его вот так вот взял и посмотрел, где север. Вот так вот, понимаешь? И, скорее всего, это был чемодан пилота, который тоже потонул вместе с самолетом. И это все, что от него осталось. Ну, вот, это ручка чемодана, по-любому. Он не катапультировался? Чемодан? Пилот. Откуда я знаю, что с пилотом было? А что ты говоришь, что он затонул? Я говорю, чемодан затонул. Я о самолетах знаю очень много. У меня... Этот... Прадед военным пилотом был. Что ты смеешься? Дурак, что ли? Я не понял. Что ты там хохочешь за камерой своей? У меня прадед был военным пилотом. Ты мне просто представил, какой ты механик. Как ты с машинами обращаешься. И прадед хуже был еще. Прадед еще хуже был. Он это... Он в Японии воевал. И это... Он и придумал эту тему-то... Как они называются? Камикадзе. Да. Он был первым у меня. Он не родной у меня был. Отсюда я тоже такой же был, как они. Не родной он мне был. О, посмотри, что ты сыпанул. Не родной прадед? Это как? Как, как? Сводный дурак, что ли? Ты видел там, рыбачит? Кто? Так это наши подписчики. Они мне помогают искать. Типа, закидывают. У них магнитов пока нет. Поэтому они просто удочками что-то цепляют. А здесь что? Ты что, они находки в рыбах, что ли? Так, каких находках здесь рыбы нету никакой. Здесь чисто вот... Ты чем угодно, что угодно. Вон, брось. Где там мои находки, блин? Судец, сбрасываю. Тут, короче, мусор всякий, всякая фигня. Липнет магниту ко всему. Вон, вон, нашел. Вон она. За кадром мы немножко оставляем. Скучные эти находки. Не показываем. Вот. Здесь вот только такого добра. Крючками оно все цепляется, как нефиг делать. Какая тут рыбалка. Рыбалка. Почему ты рыбалкой не занимаешься? Да жалко мне рыбок, потому что. Мне же везет, капец как. Ты же знаешь. А мне, прикинь, вот такую рыбу достану, она мне скажет. Отпусти меня, пожалуйста. И во мне как бы два волка проснутся. Один злой, другой добрый. Отпусти ее, говорит. А другой съешь ее. И как бы, как мне быть-то? Только рыбка-то три желания исполнит еще. Это золотые только. Какие тут золотые? Здесь максимум медные. Угу. Ну ладно. Короче, смотри, что-то я зацепил на магнит. Опа. Оторвалось. Ты не веришь, что оно отрывает. Но реально, вот за весь этот мусор он цепляется постоянно и отрывается. О-о-о-о. Это я знаю, что такое. Смотри. Хорошо, что мы работаем с военной какой-то техникой. И здесь все пронумеровано, все подписано. Это, скорее всего, номер самолета. 5801. Вот это знак, собственно, самолета. Видишь, да? Похоже. Ну, что похоже? Это знак самолета так обозначается в военной технике. Это самолет. А это 36В. В, ты знаешь, как в самолетах длиться. То есть с одной А, Б, В, с другой Г, Д, Е. То есть А, Б, В, Г, Д, Е. По три места с каждой стороны. И 36-й ряд, это так обозначается место. А если мы эту штуку восстановим, постараемся придать ей обычную форму, увидим, что она... Ох, она военная, твердая. Квадратная, скорее всего, была. А это воздухады, воздухозаборники. Значит, это что? Это печка. Отопительный элемент под сиденьем. Каждого пассажира был в самолете. Понимаешь? Сейчас, смотри, туда же примерно брошу, постараюсь. Скорее всего, если мы нашли там одну печку, там будет и вторая, и так далее, и так далее. Их будет очень много. Так. Поел опять всего, что только можно. Так. Так если кресел там столько, то и чемоданов там дофиги еще, нет? Ну, так почему ты решил-то? Там не факт, что были пассажиры. Там был только пилот, может быть, да и экипаж. Так. Не знаю, что-то вроде цепанул. А вроде бы и не... А, нет, что-то цепанул, слушай. О, так вот, смотри. Я же сказал, туда же кину. Вот, пожалуйста. Знаешь, что это? Что это? Да это подлокотник. Вот, подлокотник от этого, от пассажирского кресла. Похоже, так. Таково, это он и есть. Это он и есть. Я на самолетах очень много летал. И это он и есть, я тебе говорю. Как он работает, только непонятно. Короче, вот такая вот история. Так вот кто-то сидел, грел задницу. Пока... На улице почти минус 10 уже. Понимаешь? На наших глазах лед как бы на этих образовывается на воде. А мы с тобой занимаемся магнитной рыбалкой. А все почему? Потому что мы любим наших подписчиков. Мы понимаем, что если мы не будем выпускать каждый день контент, то каждый день им будет нечего делать. А так подписчики посмотрят и начнут целый день обсуждать. То, что да, типа кто-то станет на мою сторону, кто-то на твою. Те, кто не такие умные. Они типа да, да, все неправда, постанова. Что? Станова умные на мою сторону. Да кого? Это вот эти вот все пишут, кто постанова, постанова. Это по-любому твои кореша какие-то. Нет. Что нет-то? Нет. Ты тоже мне постановил? Постанова, постанова. У него на глазах все происходит. Постанова, постанова. Все на его глазах делал. Постанова. Просто у меня. Нет, я-то не говорю, что постанова. Говоришь? Нет. Что ты сейчас это переобулся? Я не говорил ни разу. Ты постоянно говоришь, что это постанова. Я просто не верю, что сюда могло что-то упасть. Ага. Сюда что только не падало, я тебе так скажу. Это я знаю. Знает он. Что-то я... Вот, смотри. Вот. Знаешь, что это? Я знаю. Это аварийные шасси. Резервные аварийные шасси. В случае отказа основных открываются. Вот так вот они достаются. Вот эти вот. И нужно посадить огромный самолет на такие маленькие шасси. Но их много. Их очень много. Это вот одно оторвало. Но, насколько мне известно, как прадед там в своих письмах писал. Что переводится, если садишься на воду, никакие к чему-то шасси не помогут. Вот. Понимаешь, оператор? Понимаю. Я с прадедом особо не общался. Не застал. Вот так только письма читал. Поэтому столько языков знаю. У меня и... У меня бабушка украинка. Отец у меня... Ну, он, наверное, русский. У мамы там, короче, азербайджанские крови есть. Там у дедов, у прадедов. Вот прадед у меня, короче, чистый азербайджанец вообще. Блин. А этот... А дед по другой линии, вот со сводной линии того-то, он у меня, короче, вор. В смысле? Воровал. Я не знаю, кто он был по национальности. Я его не видел. Он всю жизнь в тюрьме просидел. Вот. А мой дед один патологоанатом, который... Он вот русский, тоже нормальный. А второй, который... Кто у меня, он забыл? Помнишь, нет? Да, стоматолог-то. Да? Ты что? Я их путаю постоянно. Стоматолог. Но... Вот. А почему он для стоматолог? Я забыл. Ты работал стоматологом? Ну, я имею в виду... Просто он... Давно я его не видел, вот и забыл. Вот. Отвлекаешь меня от магнитной рыбалки, ну, со своими историями. Смотри, что тут шипанул тяжелое. Все, кого нету, только оператора надо забазарить. Я сразу же что-нибудь достаю. Вот. О-о-о-о, я понял все. Вся картина, она сложилась у меня. Пазл встал на место, короче. Это причина падения самолета. Видишь, что это? Это расплавленный металл. Металл можно расплавить таким образом только от лазера. Скорее всего, один тайный секретный самолет встретился, получается, в небе на поле боя, можно сказать, с другим. И у них началась лазерная резня, как в «Звездных войнах». И один лазерный луч угодил прямо вот в этот элемент. До конца я не знаю, что это. Какой-то гидравлический или топливный механизм, скорее всего. Вот он сюда попал, самолет потерял управление. И упал в эту воду вместе со всем оборудованием и все остальное. Поэтому у нас есть пассажирские элементы, резервные элементы, которые не помогли. И получается чемодан пилота. Ну и вот всякие элементы управления. Картина полностью сложилась, и теперь-то ты мне веришь, оператор. Теперь-то как бы, ну, ясно, понятно. Да, я думаю, теперь уже это дача. Сейчас-то вот видно, из-за чего он мог упасть, да? Действительно, бензопад поврежден. Самолеты-то просто так ведь не падают. А вот здесь все очевидно. Все понятно, как это произошло. Ну, ладно, надеюсь, было смешно, интересно и любопытно. И вы поставите лайк под этим видеороликом, подпишитесь на канал, а также посмотрите наши другие магнитные рыбалки. Потому что они не менее веселые, забавные. Сейчас вроде бы как у нас локдаун, делать нефиг. Поэтому мы-то тоже не работаем. Мы законопослушные, мы заранее все наснимали. Да. Вы, наверное, тоже отдыхаете, кайфуете, как и мы сейчас. Ладно, увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока-пока. Эти видеоролики, кстати, очень крутые. Советую тебе их посмотреть. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...